Говорят, автомобиль не роскошь, а лишь средство передвижения. Хотя кому как. Когда финансы поют романцы, машина реально становится далекой роскощей на грани мечты. Мы вспомнили самые дешевые автомобили мира, которые помогают сделать эту мечту реальностью. Пусть и без большого лоска. Пока одни небрежно отваливают миллионы за уникальные и раритетные автомобили, другие напряженно считают медяки, пытаясь наскрести на новую, первую машину. И пока есть небогатые, будут и машины для небогатых. Простые, без наворотов, без излишества и изысков. Не шашечки, а просто ехать, а главное, чтобы дешево остальное потерпит. Одной из мировых кладезей самых дешевых автомобилей сейчас является Индия. С ее населением, уже перевалившим за 1 миллиард человек, народ в массе своей небогатый, но уже желающий хоть какие-то 4 колеса вместо велосипеда или мотоцикла. То есть, достаточно денег еще нет, а желание уже есть. Вот под такой дефицит бюджета индийский автопром и старается. Да и не только индийский. Первое место в нашем списке занимает индийский автомобиль Tata Nano KNX от 3000 долларов. На сегодня индийская малолитражка Tata Nano, выпускаемая с 2009 года, считается самой дешевой машиной в мире и определенно одной из самых известных и скандальных. В разработку этой бюджетной заднемоторной и заднеприводной машинки концерн Tata Motors сбухало около миллиарда долларов. Но массово пересадить миллиардную индию с мотоциклов и рикш на Nano пока не получилось в продаже, пока не оправдали ожиданий. В более дорогих версиях нового Nano KNX есть усилитель руля, печка и даже кондиционер, но сама машина будет куда дороже. В этом случае, когда локтолы, усилитель руля и тормозов были установлены один дворник и одно базовое зеркало, а колеса крепились тремя болтами вместо четырех. Практически голая машинка весила около 600 кг, а 624 кубовый двухцилиндровый мотор 38 л.с. в паре с четырехступенчатой механикой разгонял ее до максимальной скорости в 105 км в час. На старте продаж за Nano просили от 100 тысяч рублей, 2000 долларов по тому времени и 1500 сегодня, но из-за переноса производства из Западной Бенгалии в штат Куджарта и возникшего дефицита машин, за Nano выстроились очереди, а базовая цена без налогов постепенно поднялась до 143 тысяч рублей, примерно на 700 долларов. Немало клиентов отпугнули и случаи самовозгорания автомобилей в 2010 году. В итоге вместо ожидаемых 250 тысяч машин в год за 2009 и 2011 годы продали всего 155 тысяч этих машин, а в прошлом году и вовсе лишь 18 с половиной тысяч. Для бедных Nano оказалось слишком дорогой, а для чуть более обеспеченных покупателей слишком бедной. В ТАТА поняли, что Nano пора спасать и в мае 2015 года представили второе поколение по имени Nano Gangs, постаравшись приблизить его к привычным автомобилям. Машинки усилили кузов, изменили бампер и светотехнику, поставили спереди будафорскую радиаторскую решетку и внедрили подъемную дверь багажника. В салоне появилась другая панель приборов, а отделка стала более качественной. Двигатель и базовая МКПП прежние, зато впервые в качестве опции внедрили 5-ступенчатого робота, на которого сейчас приходится до 70% спроса и ждать которого надо до полугода. Nano Gangs с механикой стоит сегодня от 3000 до 3700 долларов. Самые низкие цены в Дели. За вариант с роботом надо отдать уже от 4100 долларов до 4400 долларов. Хотя даже в этом случае это все равно самое дешевое двухпедальное предложение в мире. Второе место в нашем списке занимает Maruti Suzuki Alto 800. От 4370 долларов. На фоне простотька Nano из Maruti Suzuki Alto 800 куда меньше торчат уши. Тотальная экономия. Это пусть и бюджетный, но обычный автомобиль с привычным передним приводом и расположением двигателя. Сам мотор трехцилиндровый, объем 0,8 литра и мощностью 48 лошадиных сил. Немного, но и сама малолитражка длиной 3,5 метра в снаряженном виде весит максимум 725 килограмм. Правда в отличие от Gen X у Suzuki Alto 800 нет робота даже за доплату. Есть только 5-ступенчатая механика. Зато самая дорогая версия Инда Японец щеголяет не только кондиционером, но и водительской подушкой безопасности. У Nano ее, кстати, до сих пор нет. Зато такая подушка есть у конкурента в лице Hyundai ION. Но он дороже от 4700 долларов до 6400 долларов. И на этом фоне Suzuki Alto 800 кладет его ценой на лопатки. Если брать автомобиль в Дели и отказаться от краски металлик, то машина обойдется в сумму от 4370 долларов до 5200 долларов. Примечательно, что для снижения себестоимости производства и конечной цены, каждая деталь нового Suzuki Alto 800 была облегчена на 1 грамм. При этом ушлые индузы из Maruti еще и сами себе строят сборочных роботов за штуку, а сделанные своими силами ровно в 20 раз дешевле. Вот она сила рациональной мысли. А третье место в нашем списке занимает Renault Quid. Его цена составляет от 4500 долларов. Без Renault Logan обычно не обходится ни один рейтинг самых дешевых автомобилей мира. Да, в Румынии новый Logan сегодня стоит от 8000 долларов, а выпускаемый в России и вовсе около 6300 долларов из-за ослабления руля. Но недавно у Renault появилась еще более доступная модель. Правда, пока она предназначена только для развивающихся стран. Речь идет про новый приподнятый переднеприводный хэтчбэк Quid, представленный в мае в Индии, с которого, собственно, и начнутся его продажи. В основе новинки лежит упрощенная версия модульной платформы CMF для ряда моделей Renault Nissan. Кроссовер получился весьма компактный. 3,68 метра в длину и 1,58 метра в ширину. Однако, производитель уже успел заявить, что у Quid самый просторный в классе салон и багажник. Двигатель пока только один. Трехцилиндровый. Агрегат объемом с 0,8 литра развивает всего 57 лошадиных сил. Зато может зачитать себя как с 5-ступенчатой механикой, так и с роботом. Старт индийских продаж Renault Quid ожидается уже в этом месяце, а цена будет начинаться от 300 тысяч рублей в 4,5 тысячи долларов. Причем в списке опций будут комбинация подушек безопасности и мультимедийной системы с навигатором, чего никто из конкурентов бестселлеров в Индии не предлагает. Кстати, не исключено, что Quid может попасть в Россию. Правда, под Брэдом Датсун, который может использовать Quid как базу для нового глобального кроссовера. Вот только сохранит ли он в России такую же низкую цену? На четвертом месте нашего списка красуется Deo Matisse. Его цена составляет от 4,5 тысяч долларов. В середине декабря 2014 года по российским лентам новостей прокатилась информация, что из-за падения рубля российский седан Lada Granta оказался в десятке рейтинга самых дешевых автомобилей мира, уступив только бюджетным из Индии самая дешевая модель автомобиля. Но прошло менее года и после подорожания 1 сентября Granta теперь стоит от 360 тысяч рублей. И Granta пора подвинуться, потому что на ее место теперь есть другой претендент. Это знаменитый корейский старичок Deo Matisse, который родился еще в 1997 году, а с 2001 года и по сей день выпускается в Узбекистане. И сегодня это не только один из самых дешевых автомобилей в мире, но и самая доступная новая машина в России и СНГ. Потому что в комплектации стандарт он сейчас стоит от 299 тысяч до 399 тысяч рублей или округляет до доллара 4,5 тысячи долларов до 6 тысяч долларов. Правда за такую вилку цен это забавная лупоглазая букашка, оснащенная только трехцилиндровым бензиновым моторчиком объемом 0,8 литра и мощностью 51 лошадиная сила. Никаких подушек и АБС тут нет в помине, зато более дорогих версиях можно рассчитывать на гидроусилитель руля, кондиционер и электрические стеклоподъемники передних дверей и даже литые диски. Ну а на пятом месте нашего списка крепко засел Мобиус 2, его цена составляет от 9125 долларов. Угловая коробка с колесами и именем Мобиус 2 еще одна попытка африканского континента построить свой народный автомобиль с учетом местных реалий. А реалии простые, разбитые и вовсе отсутствующие дороги, бедное население и необходимость постоянно что-то возить, либо это само население, либо всевозможные грузы, значит нужна машина простая, дешевая и выносливая, как сельская телега. Исходя из этого свой вариант машины для Африки предложила кенийская фирма Мобиус Моторс, основанная в 2009 году. Причем основана она не местными, а британцем Джоэлем Джексоном, который переехал в столицу Кении, Найроби из Лондона и работает в Африке бизнес-консультантом. Белый, который хочет создать машину для черного континента. Звучит это не менее оригинально, как собственно и выглядит творение фирмы, выпускаемое с 2014 года. Грузопассажирский Мобиус 2 на 8 человек или 625 кг груза. Сам весит 1,3 тонны и построен на трубчатой пространственной раме. Ничего лишнего, просто еще один самоходный квадрат на колесах для перевозки грузов и пассажиров. Под капотом вместо ожидаемых педалей стоит безымянный 1,6 литровый бензиновый мотор в 86 лошадиных сил в паре с 5-ступенчатой МКПП. А все вместе это хозяйство даже способно набрать максималку в 120 км в час. На заре появления Мобиус 2 подавался как самый дешевый внедорожник в мире за счет анонсированной цены в 6 тысяч долларов. Но сейчас за машину просят 950 тысяч кинейских шиллингов или 9125 долларов. К тому же у Мобиус 2 только передний привод, хотя и довольно высокий клиренс в 26 см. Правда с проходимостью проблем быть не должно. Но по бездорожью на такой машине не страшно лететь с разгону, а если и увяз, сидящий в кузове пассажиры вынесут на руках. Хотя на этом фоне звание самого дешевого внедорожника в мире правильнее было бы записать за российской трехдверкой Lada 4.4. Сейчас она стоит от 435 тысяч рублей или 6600 долларов. У нее есть полный привод, пониженная в раздатке и два дворника. Кстати, Автоваз сейчас как раз изучает возможность экспорта своих машин в Африку. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Также пишите свои комментарии и подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока.